Доброе утро, дорогие друзья! Прием заявок на участие в первом конкурсе 2020 года на предоставление грантов губернатора Югры продолжается до 18 января. Отправляй заявку на грант губернатора Югры. Сегодня у нас в студии заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко. Мы об этом как раз и поговорим. Начнем с той темы, которая предшествовала началу конкурса. Вы недавно побывали на Московском форуме некоммерческих организаций. Вот о чем там шла речь? Московский форум некоммерческих организаций это такое достаточно крупное мероприятие, в котором со всей России съезжаются эксперты, специалисты, крупные некоммерческие организации. И соответственно обсуждаются вопросы поддержки некоммерческих организаций, вопросы развития, да, все различные. Мы представляли опыт Ханты-Мойско-автономного округа Югры. У нас этот опыт достаточно широко представлен. Это как и финансовая поддержка грант губернатора, о котором мы сегодня поговорим. Это также и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере передачи государственных услуг. Мы два года подряд занимаем первое место в рейтинге Министерства экономического развития по, соответственно, сбалансированному показателю, включающему передачу государственных услуг. Поэтому наш опыт был приветствован, и мы о нем доложили, обсудили, в каких направлениях дальше нам двигаться. То есть даже, в принципе, можно сказать, где-то это там на форуме прозвучало, что если в процентном соотношении взять Москву и наш округ, то мы даже, может быть, не только наравне, а чуть даже обгоняем, да? Да, действительно. Вот если взять, допустим, активность подачи заявок на грант губернатора, у нас 574 заявки было подано из 2200 с небольшим действующих НКО. Их объем постоянно растет, их количество, поэтому там 274, может, уже 2300 у НКО. А у них, соответственно, 674 поданы заявки на грант мэра, соответственно, Собянина, у них есть такой же грант. Ну, НКО не больше. Да, и, соответственно, несколько раз больше НКО, поэтому активность у нас намного выше. Прием стартовал с заявок на грант. Кто может стать его участником? Действительно, мы объявили прием заявок. Если мы сейчас возвращаемся к разговору о нашем конкурсе. Да, наш грант, грант губернатор. 2020 года уже. 16 декабря по 16 января мы объявили прием заявок. Это конкурс 2020 года, то есть это новый грантовый фонд, предыдущий грантовый фонд 100 миллионов рублей мы распределили, соответственно. Они уже в работе? Да, они уже в работе. Вот последние распределения, там оставшиеся, скажем так, несколько миллионов распределяли уже в конце года, потому что некоторые НКО отказались в последний момент от заключения соглашения. Такое происходит, когда... Но это связано с тем, что за эти деньги нужно отчитываться. Отчитываться нужно. Нужно отчитываться. Еще некоторые НКО, например, они являются тоже победителями президентских грантов. Они могут с похожим проектом победить в президентском гранте, и уже, когда подходит, соответственно, срок заявки на гранте губернатора, они побеждают. Они отказываются, потому что проект похожий, соответственно, по условиям конкурса этого нельзя делать. Они не могут. Да, нельзя делать. И там, и там. Да, и, соответственно, они там переформатируют дальше свой проект. И последние деньги мы распределили, вот, Координационный совет по неувышению распределения буквально вот на прошлой неделе. Почему такие сроки выбраны? С одной стороны, сроки, ну, некоторые эксперты говорили, что сроки не очень, скажем так, хорошие. Это сроки месяц подачи заявок. Месяц подачи заявок. Ну, месяц это нормальный срок, просто праздники. Да, новый год. Ну, с другой стороны, общественники, они же люди, скажем так, не только общественной деятельностью занимаются, у них есть работа. И вот праздники, это, на самом деле, время, когда они могут, ну, спокойно сесть и спокойно написать, да, свою заявку. Насколько сложно вот эту заявку заполнить? И вообще, в каком она виде? В электронном или это в печатном, с соответствующими печатями синими? Заявка подается на сайте гран-губернатора РФ. Она в электронном полностью виде. Более того, потом договор тоже заключается в электронном виде. В некоммерческом организации там открывается, она открывает счет, ей делается сразу там электронно-цифровая подпись, и она может все эти документы акцептовать в электронном виде. Не только, соответственно, договор, но и в дальнейшем там отчетные документы. Сложно, ну, в зависимости от проекта, чем на большую сумму проекта, чем он там дольше сбалансирования, тем, конечно, сложнее. Но в целом, все там графы, которые нужно заполнить, что нужно указать, они все указаны в заявке отдельно, поэтому нужно просто сесть и сосредоточиться, продумать свой проект. Сколько сейчас направлений на конкурсе, в котором можно участвовать? Ведь есть новые. Да, есть новые. У нас постоянно растет количество направлений. Если мы говорим, соответственно, о тематиках, их порядка 10, если о направлениях, их там уже порядка 60, ну и растет, растет количество. Одна из новейших тематик, которую мы вот в этом году Координационный совет ввел на следующий год, это, соответственно, мероприятие, посвященное 75-летию Победы. Это отдельная тематика, ее отдельно выделили, потому что это очень важное мероприятие, и мы отдельный акцент на это делаем, на развитие вот данного мероприятия. Итак, еще раз напомним, дорогие друзья, что некоммерческие организации могут принять в конкурсе, принять участие в конкурсе на Гранд Губернатора Югры. Соответственно, зайдите на сайт грандгубернатора.рф. Сроки подачи заявок ограничены 16 января. Александр, большое спасибо. Спасибо вам. И хорошего дня. С наступающим Новым годом. И вам.